Ну что, вот мы дошли до подобия Никольской башни, до конца здесь строятся новые дома высотные, но впереди такая грустная история советских построек, к сожалению, и город на этом заканчивается. Есть вот не город, а вот эта красота вся. Дальше просто грустная история советских многоэтажек. Что тогда мы туда не пойдем, здесь, правда, вот еще есть такие постройки с этой стороны, а дальше вот все заканчивается. Там тоже просто советские многоэтажки. Будем возвращаться назад. Да. Спросили мы у местных жителей про эти дома, которые находятся на набережной. С правой, с левой стороны, которые находятся, я имею в виду вот эта красота вся, нам сказали местные жители то, что это, в большинстве случаев, это коммерческие здания. Есть, конечно, жилые дома, но в большинстве случаев это учреждения. Большое прощение за кашель, потому что вот недавно болело, еще подкашливаю. Вот такой вот замок там в конце. Конечно, высоченное небо, ощущение высокого неба. Здесь можно вот взять напрокат лодочки, покататься, по заливам. А мост сам, ощущение как будто бы это какой-то мини-арбат что-ли, потому что здесь вот играют, играют на инструментах молодежь. Поют песни. Да, конечно, немножко мы еще опоздали, потому что мы должны были приехать в Юшкаралу. Немного раньше, на 40 минут, должны были здесь гулять 2 часа всего, чтобы потом нам вовремя вернуться в Казань и уже остановиться в Казань на 2 дня. Сейчас придется нам или все это быстро-быстро сворачиваться и бежать дальше, ехать в сторону Татарстана, в Казань. Да, я хочу сказать, что едем мы в сторону Пермского края города Перми, поэтому вот хотим совершить путешествие по европейской территории, так сказать, вдоль ее от Москвы и до Пермского края. Потому что на территории Пермского края, на территории между Пермском и Пермском краем, и Заваловской области, европейская территория заканчивается, Россия начинается уже от... Ну, до туда мы, к сожалению, не доедем, потому что у нас отпуск не такой длинный, как бы хотелось. Вообще, раньше хотели мы купить билет из Москвы на поезде, поехать до Владивостока. Ну, решили, что на машине это будет удобнее, потому что можно совершить... Выйти... Выйти из машины, где-то остановиться, погулять, сколько тебе нужно на поезде, конечно, этого не сделаешь, будешь видеть только привокзальную площадь. Вот, поэтому у кого есть, конечно, такая возможность сесть на машину и поехать по городам России, нужно это сделать, потому что в России оказывается очень много красивых домов. Ой, это красиво такое, что несу вообще? Красивых городов. Красивых городов. С красивой архитектурой, с красивым ансамблем. Болеецким со своей историей, со своими достопримечательностями. Да и вообще-то интересно, ехать в никуда, по неизвестным дорогам, по неизвестным путям, останавливаться в гостиницах. Очень интересно, конечно, нам вот... У нас получается второй день. За второй день мы уже посетили и Владимир, потом Суздаль. Но Суздаль, к сожалению, я пока еще не вышел, потому что она у меня на цифровом фотоаппарате. Это нужен хороший стабильный интернет, поэтому я немножко позже выставлю Суздаль. Очень красивый город. После Суздали, как я вчера говорил, мы поехали дальше. Сегодня уже доехали с Нижнего Новгорода, доехали до Чебоксар. А от Чебоксар мы приехали вот в такой красивый город. Но если опять не обижая, это лично мое мнение, лично сугубо мое мнение сравнивать два города. Конечно же, опять сказать к тому, что каждый город красив по-своему. И люди, и архитектура. Но лично мое мнение, конечно, вот, к сожалению, в Чебоксарах нет такой прелести какой-то, чтобы можно было действительно много поснимать, походить, развинув рот. Знаете, как говорят, чтобы ворона залетела. В Южкороле, конечно, вот небольшой город, но есть такая вот красивейшая достопримечательность, которая когда-то была придумана. Но наши догадки были, что все началось именно с постройки этого храма. А дальше просто вот эта площадь стали облагораживать в стиле такого. Но опять же, вот те здания, которые вот где мы были, набережная за ограждением, нам показалось, что это что-то в стиле Англии. Вот, мне показалось, это знаете как, или в Великобритании. Я не знаю, я там не был, поэтому не буду обманывать. Но, знаете, вот этот фильм «Аэри Поппинс, до свидания». Вот они снимали что-то вот в подобии, в таком же подобии, таких же домиков красивых. Но, к сожалению, вот здесь вот не написано, что это за храм. Давайте поднимемся, хотя бы посмотрим. Вроде интересно, что это за храм, как он называется. А то мы ходим, гадаем, а не знаем, если, конечно, написано. Сейчас. Благовещенский собор города Южкаралы. Вот это как называется этот храм. Там идет служба, это действующий, значит, храм. Ну, снимать внутри, я не знаю, можно или нет. Ну, сейчас тихонечко зайду, посмотрю. Добро пожаловать. Тихонечко зайду. Переду ауди. Пежонечко. Там здесь. Верный шум. Вверху идет служба вечерняя, огромнейшее пространство внутри. Вот такой храм внутри. Конечно, я не стал наглеть, потому что идет служба, я все-таки верующий человек, и стараюсь лишний раз таинства такие не снимать, потому что много людей, кто-то верует в различных, во Бога, кто-то атеист, поэтому в церкви все, конечно, вот сколько мы ездим, я это не снимаю, конечно, может быть из-за своего отношения именно к Господу, к Богу. Вот, поэтому я стараюсь такие места не снимать. А вот это все то, что было построено на виду для туристов, для простого обывателя, для любого, кто верует, а кто нет. Вот, конечно, это можно все поснимать и рассказать. Вот, как я вам говорил, вот видите, Сбербанк, отдельный домик есть, отдельный домик есть, вот кафе какое-то, гостиница там дальше. Это вот страховая компания, отдельный дом, или они сами для себя строили, или может быть город строил, и просто потом кто-то берет в аренду или выкупает эти дома и делает свои офисы. Вот так вот, такие вот, такая красивая история, такой красивый город. Вот, ну, выходя за территорию этой достопримечательности, конечно, за спиной возникает обыкновенная архитектура, которая есть в каждом городе, в большом и маленьком, в нашей стране и в бывшем союзе. Обыкновенные сталинки, хрущевки, высотки, девятиэтажки, вот, поэтому, вот такая история. Да, кстати, мы тут проходили мимо данного кафе, вот, кстати, оно здесь же и находится на площади перед тем, как зайти через пастскую башню на эту площадь. Здесь есть кафе или ресторан, который называется Тарелка, ее проверяла, ее проверяла Лена Летучая, там есть наклейка. Кафе здорового питания, прошу заметить, написано. Ну, Юля вот зашла в данное кафе посмотреть, как это и что там внутри, ну, говорит, здоровым питанием там не попахивает, потому что там выпивают в больших количествах. Я не говорю, что ни в коем мере, что не нужно пить, но просто само соответствие кафе здорового питания, витамин В1, В5, Е и так далее, ягоды и все остальное, витамины нарисованы, овощи и фрукты. На самом деле там просто выпивают, так что вот такой вот центр города, который начинается на Букуи, единственный город в России. Вот такой вид, красивый из далека на эту площадь. Тоже красивый, в стиле Древней Руси, пятикупольный, с колокольной. Очень красивый, очень красивое место, если кто поедет и заберется, не пожалеете. Да, там, кстати, есть на территории вот этого, на территории вот этих зданий, там, где есть административные здания, там есть музей, но мы, к сожалению, не успели, там оно закрыто. Можно сходить внутрь, на экскурсию попасть. Более подробно там рассказывают, как и что строилось, но мы можем только и догадками, или потом в комментариях кто-то напишет, или я напишу, или отдельно как-то посвящу это видео, откуда и почему начали строить именно вот в Южкороле именно такой ансамбль архитектурный. Вот зашел внутрь этого здания, этого кафе, где была Лена Летучая. Здесь вот такой бар. Вот такое место, где можно покушать. Там детское заведение, можно детям поиграть. Кафе самообслуживания. Выходим, ну, нечего там такого особого смотреть. Вот наклейка Лена Летучая. Проверено. Все на этой площади. Итак, кстати, здесь очень много различных архитектур, посвященных различным людям. Тоже очень много именно в этом городе. В других я как-то этого не замечаю. Я знаю, что есть еще в Челябинске целые аллеи, посвященные различным персонажам. Вот. Да. Так.